МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Натарияд пропонувал СМИ инициативы для суместной реализации. Увага, дети! Близкое святло фар треба включать на вату день. Лепшая у справе. Сегодня у Гомеля прошел конкурс водителям автобусов. А зараз об этом и иншим больше подробятно. Сегодня у Гомеля удокладняли перспективы развития региональной системы адукации. На традиционную Жневинскую педагогическую нараду запросили каля тысячи работников Галины. Об чём ишла размова, ведая Олег Синцюров. Усяго праздный день уся научная установка Гомельской области знову примыть учнив. В тишине в калидорах изменится наш матгалосый гомон. Не у римских учнив малыших классов, які и некаких хвилин не могут знаходиться на одном месте, будут стремливать наставники. Что-то, если старших классников, то и они будут имкнуться, поводить себя уже как дорослые люди. В этих хвилин наставники чекаются, напевно, не меньше, чем дети. У речи завсюду приемночивать себе потребным и запотребованным. В 51-й гомельской гимназии подрактовка до нового научного года не обмежавалась только косметичным ремонтом. Головная увага – повышение адекватного взрослого детей. В этом году апробацию у гомельских школах пройдет так званный опорный конспект. По особенности, это уникальный допоможник для учнив малыших классов, які распространены в 51-й гомельской гимназии. Это были сначала как идея опорных конспектов, именно для того, чтобы у ученика была возможность повторить, закрепить свои знания, посмотреть, уточнить то, где и в чем он сомневается. Постепенно это переросло в какую-то свою методическую систему, и на уроке мы ее используем как учебное пособие. Почас работы областной педагогичной конференции, якость и адукация особливая увага. Тем больше, что тут есть резервы. По выниках проведения селитнего централизованного тестирования, середний балл школьников в области у першыню оказался лепшим у Беларуси, а не при этом ушелуху району, и он все еще не вельма высокий. Почас нарады предоставления ровных для всех умов отримания якостной адукации называют самым головным глобальным пытанием у деянности Галины. Качество образования и методическое обеспечение дошкольного образования. Это школы, качество работы в гимназиях и в школах, профильное образование. И, безусловно, качество той воспитательной работы, которую мы приводим. И, конечно, акцент на трудовое воспитание. Рационным навычанием на окончании у Воголя планируется заниматься больше щельно. Зараз подожгтовано решение обороны Канкама в окрестане субботы для научения школьников рабочим профессиям. Особливо, это актуально для сельской местовости, где каждый выпускник повинен иметь махчимость отримать такие запотребованные специальности, як водитель и тракторист. Еще одна задача – приобщение здоровья школьников. Зараз только 3 детей лечатся здоровыми, а каждый четвертый мая еще и лишнюю вагу. Якостное харчевание – это задача для школьных столовых и буфетов. В зоне уваги установил эдукации на этот научный год так самоузмастрение прогалактичной работы. Пакуль в 12 районах в области означает рост злочинности сирот неполнолетних и, бдай, самое головное – кадровое питание. Престыж профессии планируется вздымать у тымнику и просправ ориентационную работу сирот-школьников. Для нас это очень значимо и очень актуально. Если будет хороший, крепкий студент, это в будущем хороший учитель, хороший преподаватель средних специальных учебных заведений, высших учебных заведений, обладающих большим объемом знаний и умеющих передавать эти знания подрастающим поколениям. Олег Сентярум, Валерий Копанько, телерадокомпания «Гомель». Завтра, 26-го жню, немясцовые улады проведут черговые промые телефонные линии. На пытание Жихаров Гомельской в области откажет старшиня областного совета депутатов Олег Леонидович Борисенко. Звернуться до его можно с 9 до 12.1 по номеру телефона у Гомели 33-12-37. А у Гомельским Гарвыконкаме правую линию проведет керавник справ Гомельского Гарвыконкама Алексей Анатольевич Васюченко. Телефон 33-07-62. Протягиваем выпуск. Перспективы супрацовництва у сферы популяризации правовой культуры обмерковали сёння представники нотариальных контор и сродка у массовой информации. Гомельская областная нотариальная палата, як и Белорусская нотариальная палата, свою дейность ожитявляет с 1-го студене 2014 года. У районах в области знаходятся 35 нотариальных контор. На протягу года 127 юристов з'ясняют о мале 200 тысяч нотариальных деянов. Але только выконание непосредных профессийных обовязков работа контор не обмяжовывается. Нотариусы принимают активный удел у громадским житий в области. У активы юристов посадка древ у рамках акции «Тыдень лесу» призовое место в областном экологичном марафоне опера мога у конкурсе по правовой освете и навыд на быте иконы для одной из церквей региона. А про это сегодня нотариусы з'являются шефами трех детячих домов семейного типа. Разом с тем, у областной нотариальной палаты лечить необходим активизовать работу со сродками массовой информации. У приватности размова може исти про оказание бесплатных консультаций насельниству, праздгазеты, радио и телебачения. Мета – повышение правовой культуры Жихарова региона. По словах нотариусов, для их нема забороненных тем за выключением персональных даденных клиентов. Считается, что нотариат очень закрытая организация, потому что там существует нотариальная тайна, это персональные сведения о гражданах. Но для работы со СМИ мы им очень открыты. Если к нам, например, приходит какой-нибудь корреспондент, говорит, ну дайте нам какой-нибудь материал, мы можем дать ситуацию, можем ее разъяснить и правовое основание показать. То есть формально мы готовы на любую тему разговаривать, какую нам дают СМИ. Добрый ураджай кукурузы дозволить аграриям Гомельской в области компенсовать недобор травянистых кормов, який склався по причине холодного надворья у маи-червяне. Некольки ден тому господарки региона приступили до выборочной уборки кукурузы на силос. Ураджай зеленой массы складая около 250 центнеров с гектаром, что амаль на 70% больше, поравна не с минулым годом. Обследование посевов показало, что яны в выдатном стане практически на всей территории в области. Недренные виды селита и на ураджай кукурузы на зерне. На ГТМ-эты выделено 58 тысяч гектаров. Специалисты выучают ступень их готовности. Посевы развиваются нормально, початки находятся зараз у фазе молочной спелости. Уборку кукурузы на зерне плануется почать у конца вероятня початку кострышника. Представник Управления Верховного комиссара ААН по справах беженцев у Беларуси Жан-Ил Бушардзи и керовник Представницства Международной организации по миграции в нашей краине Зайнал Гаджиев наведали Гомель. Яны сустрелись с переселенцами и беженцами. Обмерковали проблемы, с якими тыя сустракаются и шляхи их выращения. Головная проблема, с якими до нас звертаются, это пошук працы, оплата жилья и медицинское страхование. На посаджениях комиссий мы разглядаем звороты и вызначаем, як допомогчим. Дарайши про просадкованне. У областной организации Беларусского товарыства «Червоного крыжа» гостям рассказали о проэлизации в нашем регионе пилотного проекта по оказанию финансовой допомоги переселенцам з Луганской и Донецкой областей Украины. На конкурсной основе яны могут отримать 800 евро на обсталявання, материалы, аренду, ті навучання. Головная умова – наявность бизнес-плану. На сьогодні подадзена каля 20 подобных заяв. У Гомеля сьогодні вызначили лепшого водителя. Конкурс профессийного майстерства сярод своих супрацовников проводить Гомеля «Был Аутотранс». Удельникам необходимо было продемонстрировать добрую теоретичную подрыхтовку и свои профессийные навыки. С лепшими водителями региона сустрелся Дмитрий Котов. За перемогу споборничали 40 человек. Это водители автобусов, МАЗ, тяжких грузовых автомобилей и автобусов международного поведомления. Кожный филиал предприемства представил под шатыры удельники, які пройшли по передний отбор. Кожный профессионал высокого узровня у большинства заплячима не один десяток годов за рулем и не одна тысяча километров в руху. Главная задача, конечно, это, да, это, скажем так, немножко соревновательный импульс среди водителей, популяризация профессии водитель. Естественно, повышает интерес водителей к повышению своего профессионального мастерства. Перший спыт теоретичный. Йон, продуглеживая проверку веда у правилов дорожного руху и устройства автомобиля, улишивается не только колькость правильных отказов, але и худкость. Самая ведовичная частка конкурсной программы проходить на аутодроме. Тут удельники демонстровали свои профессийные навыки, отриманные подчас працы, боковая парковка и фигурное ваджение. Пройти испыт на такой буйногабаритной технице непросто. Темболь, что жюры оценивая не только правильность выконания задания, але и час, який на это спотребился. При этом особливых складанностях не возникло. По словах удельников, невеликое хваливание было, однако на кончатковый выник не повплывало. Задания, как говорится, по профессионализму, по вождению, здесь все на равных условиях. И это наша работа, в которой никаких трудностей нет. Я участвую не первый раз. Занимал первое место на фурах, когда работал на фуре. Ну а так, главное участие, как говорится. По выниках с поборницей улепший результат показали гомельские водители. Переможцей стала команда автобусного парку номер один. Другое место у шостого автобусного парку. Замыкают стройку призера в Мазыране. Бронза у автобусного парку номер два. Дмитрий Котов, Игорь Маричченко, телерадиокампания «Гомель». С сегодняшнего дня близкое светло фар треба включать на воту день. У Беларуси распочалась акция «Увага, дети». Яна накеравана на попереджене ДТЗ з удделом неполнолетних. За 7 месяцев в области отбылись 23 авары з удделом дятти. Аутомобилистам рекомендуется быть особливо уважливыми при проезде пешеходных переоходов и каля навучальных установ. Комплекс мероприемства протягнется до 5-го вирусня. Сберем школьный портфель. Акцию под такой назвой уже каля 15-ти годов ладить в Гомельской областной отделении Беларусского детячего фонду. Селита портфели с усими необходными для школы приналежностями и знову нашли своих маленьких господаров. На доброчинное мероприемство организаторы запросили 60 выхованцев детячих домов семейного типу из разных кутков региона. У святочной обстановции им были уручены новенькие яркие пригожие ранцы с усими необходными в научальном процессе приладами. На заклик поудельничать у доброчинной акции и подтримать дятти отгукнулись многие организации, предприемства и необыяковые жихары. До того же, при их поддержке для запрошенных на урочистость малышов организовали интересную забавляльную программу с подарунками и подчастинками. Чтобы пригласить ребят и порадовать, и сделать сегодня праздник, конечно, мы обратились к неравнодушным людям нашего города Гомеля, которые поддерживают очень много акций наших. Такие предприятия, как Белтелеком, Гомельская областная нотариальная контора, которая уже на протяжении много-много лет. И сегодня мне очень хочется поблагодарить всех тех, кто принял это участие и сделал для ребят праздник. Хочется поздравить ребят всех с наступающим учебным годом. Хочется пожелать им здоровья, хороших оценок, родительного успокоения и терпения, чтобы у всех все получалось, чтобы наши детки имели крышу над головой, домашний теплый уют, чтобы чувствовали радость и уверенность в завтрашнем дне. Федомая белорусская пианистка Татьяна Старченко выступила у Палацы Румянцевых и Паскевичов. Яна проставила программу под назвой «На заходе лета», у якой прагучали творы Фредерика Шапена. Татьяна Старченко – тариновитая пианистка, аутор масштабного творчого проекта «Музычная гостиная» «Белдерж филармонии». Йон призначен для выканания классичной музыки у камерной атмосферы. Программы музычных вечаров завсёды разностайныя. У гостиной Татьяны Старченко запрашают выбитных белорусских музычных дзеечов. Это джазовые артысты, вокалисты Великого театра, солисты оркестров, виртуозные инструменталисты, а так само замежные выканавцы. Межтым, подчас своих сольных выступлений Татьяна Старченко не только выконывая шедевры сусветной классики, а ле и вядзе займальную гутарку для рояля. У свою творчасть яна саправды укладая душу, махчыма минавито тому яя концерты заусёды проходят при полных залах. Калі спорт – важная часка життя коллективу. Сёдня у Гомеля распочалась областная спартакеяда работников споживецкой кооперации. Споборництвы проходят уже в 29 раз. На областные гульни съехались все подначальные Гомельскому облспожилсоюзу организации и предприемствы. Усяго 26 команд. А гэта мальпал тысячи человек. После церемонии открытия и традиционных пожаданиям сумленной спортивной конкуренции у дельники разошлися по местах проведения споборництва. У программе семь видов на любых густ, як командная, так и индивидуальная. Дарыча, об проведении областной спартакеяды деля галочки размова Николи не идти. Подчас поборництва отбирают спортсменов у сборную, якая отправится на республиканские голеновые гульни. А на уси белорусской арене гомельским кооператорам на протягу шести опошних годов ровных няма. Сложно очень завоевать всегда первое место в любом виде спорта, в работе, в любой отрасли деятельности, но еще сложнее, наверное, удержать. Поэтому все стремятся, конечно, к лидеру, все хотят его обогнать, перегнать, обойти. Но мы будем стараться то не допустить, потому что у нас команда слаженная, очень настроен хороший командный дух. Республиканская спартакеяда отбудется у вересни на территории головного конкурента гомельчан Брэцкага Блспожил Союза. И подтвердить звание левшого будет непросто. Даже если это добрый мотиватор, ка прыхтоваться больше старанно. Это и иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tyvergomil.by Далее у эфиры спортивный огляд с новинами спорту познаемить Максим Савин. 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 Продолжение следует...